В Нур-Султане перестанет курсировать общественный транспорт. С 30 марта по 5 апреля работников автобусных парков планируют проверить на наличие коронавируса, поскольку один из них оказался контактным с инфицированным. Об этом сообщил в своем видеообращении к жителям столицы Аким города Алтай-Кульгинов. По его словам, автобусный парк уже находится на карантине. Его территория и все транспортные средства дезинфицированы. Для того, чтобы создать условия для самоизоляции, Госкомиссии принято решение, что начиная с 30 марта по 5 апреля объявить неделю нерабочей. Приостанавливают свою деятельность все организации вне зависимости от форм собственности. Это не касается медиков, работников правоохранительных органов, коммунальных служб и других служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города. А для тех, кто на передовой по борьбе с инфекцией, мы поможем обеспечением транспорта. Горожане отныне могут выходить только за продуктами, лекарствами и на работу. А вот несовершеннолетним вовсе запретили находиться на улице без сопровождения взрослых. По словам градоначальника, улицы будут патрулировать сотрудники полиции. Для пенсионеров, которые состоят на диспансерном учете, а также получают лекарственные средства, мы уже с 25 марта начали работу по доставке на дом всех необходимых лекарственных средств, а также продуктов питания. Заявку можно подавать через службу 109. Продовольственные магазины работают. А что касается женщины, погибшей от коронавируса в Ахмольнской области, то медики провели все необходимые процедуры в лечении. Однако спасти ее не удалось, сообщил Алтай Кульгинов. По его словам, больницу, куда обращалась пациентка, закрыли на карантин, а врачей изолировали. Мира Альжанова, Ботогоска, Ербекова, телеканал Маттенур, Султан.